Прежде всего, разрешите поблагодарить президента Российской Федерации, многоуважаемого господина Владимира Путина, также многоуважаемого президента Республики Азербайджана, многоуважаемого господина Илхама Лева за то, что приняли мое приглашение. И сегодня нам удалось в Тивиране провести второй саммит трехсторонного формата. Основа этого саммита связана с дружбой и добрососедских отношений между тремя странами. Эта дружба и географическое соседство и культурные отношения использовали бы трехсторонние потенциалы для процветания наших народов. В саммите Баку и в Тигранском саммите мы затронули некоторые вопросы, за которые мы будем отслеживать. Один из важных вопросов это транзит между тремя странами и также транзит между Азией и Европой. Короче говоря, маршрутный транзитный коридор север-юг будет присоединить этого два континента друг к другу. Мы предлагаем, что в будущем Бенд-Рабад будет присоединен к городу Хелсинки. То есть мы можем присоединить Азию в Европу. Эта дорога пройдет через Республику Азербайджан и через Россию и потом Восточную и Северную Европу. Также мы поговорили касательно дорожного и морского транспорта. Мы три страны, которые расположены при Каспии, и мы должны использовать это море как море мира и дружбы для всех стран региона. И также море дружбы для использования существующих ресурсов в этом море. Мы также намерены углюблять отношения между тремя странами в экономической сфере. Мы берем большой шаг в пути присоединения к Евразии, и это будет очень положительным сотрудничеством между Ираном и странами Евразии. Мы также намерены создать зеленый таможенный коридор между тремя странами и соблюдать единые таможенные стандарты в ходе Тигранского. По саммитам мы поговорили об сотрудничестве в банковской сфере и использовании национальных валют при торговле между Ираном и Азербайджаном, между Ираном и Россией, и также между тремя странами, чтобы мы как на двусторонном формате, так же на трехсторонном формате использовали бы наши национальные валюты. Также мы поговорили о сотрудничестве в сфере энергетики. Все три страны имеют хорошие нефтегазовые запасы и имеют уникальное региональное и международное положение. Также мы поговорили о сотрудничестве в сфере техники для получения нефтегаза. Также мы поговорили об инвестициях в энергетической сфере, которые имеют важную роль для наших стран. Также наши электрические сети должны быть синхронизированы при соединении друг к другу, чтобы мы могли использовать существующий электроэнергетический потенциал друг друга. Кроме экономических вопросов, мы затронули и экологические вопросы, особенно в отношении Каспийского моря. Мы три страны являемся прикаспийскими странами. И мы говорили о том, чтобы правовой статус Каспийского моря скорее был бы финализирован, чтобы могли использовать существующие потенциалы в этом море. Уважаемый господин Владимир Путин, предложил провести следующий саммит в России. И мы согласились с этим. Я благодарю господина Путина и объявляю, что следующий саммит состоится в следующем году в России. Касательно экономического сотрудничества, кроме вопросов экономического сотрудничества, мы говорили и о региональном сотрудничестве. Иран и Россия в замене эйчады, суббот, амнигят и моборозы по терроризм, ввели в трехсторонный формат сотрудничества между Ираном, Россией и Турцией, по этому направлению, которое состоится в Астане. В нынешнем саммите все три страны подтвердили о необходимости региональной стабильности, борьбе с терроризмом, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и организованной преступностью. День за днем отношения между тремя странами развиваются, и мы намерены использовать потенциалы наши для процветания наших народов. Спасибо вам за внимание. Уважаемый президент Рухани, уважаемый президент Пусин, уважаемые дамы и господа, прежде всего, хочу поблагодарить господина Рухани за оказанное гостеприимство. Сегодня мы с президентом Рухани и президентом Путина провели встречи относительно дальнейших перспектив развития наших связей. Наши связи успешно развиваются, находятся на высоком уровне. Что касается формата тростороннего сотрудничества, как вам известно, первый саммит состоялся в августе прошлого года в Баку по инициативе Азербайджана, а нынешний саммит свидетельствует о том, что этот формат представляет большое значение и имеет хорошее будущее. Тростороннее сотрудничество, вполне естественно, потому что наши народы связывают общую историю, комитетологии, географии, веками наши народы находили естественные связи друг с другом. Формат тростороннего сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности. Считаю, что наше успешное сотрудничество играет большую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Конечно, мы объединяем целый ряд просто экономических и инфраструктурных проектов. Господин Руханин сказал об этом в своем выступлении. Азербайджан был единственным миром стране, имеющим проходящие границы по суше, как с Ираном, так и с Россией. И такое расположение, конечно, диктует тот факт, что мы успешно сотрудничество во всех областях. В период, минувший после предыдущего САМИ, это произошло важное событие. Хотя прошло чуть больше года, тем не менее. Соглашения, достигнутые в прошлом году, нашли сегодня отражение в жизни. Особенно в экономической сфере, хочу отметить. Сегодня во время саммита прозвучали цифры. В этом году более 60% возрос, наш торговый оборот с Ираном более 30%, а в прошлом году больше 70%. Это свидетельствует о том, что между тремя странами существуют очень искренние, теплые отношения. И, конечно, экономический сектор, бизнесмены видят это и пользуются этим. Кроме того, возрастающий торговый оборот свидетельствует о большинственном развитии нашей экономики. И резко подняться на нефть не образились особенно на нашей экономике. Кроме того, в период после предыдущего саммита Азербайджан усовершенствовал свою железнодорожную инфраструктуру и построил железнодорогу до границы с Ираном. И первый поезд уже в марте этого года прошел границу Азербайджанно-Иранскую границу. В настоящее время полностью готов к эксплуатации азербайджанский участок в танцевом коридоре север-юг. Пусть об этом знает и печать. Финансирование железнодороги Астара-Рашт уже достигнуто соглашения. Документ парафирован. И после того, как эти процедуры будут притворены в жизнь, этот вопрос тоже найдет решение. Что касается нефтегазового сектора, мы имеем большую историю в этой области, и это сотрудничество здесь естественно, так как все три страны вносят вклад в вопросы энергетической безопасности. Одновременно наши страны играют роль в стабилизации цены нефти. Мы видим, что страны ОПЕК и не являющиеся членами этой организации искренне сотрудничают, в результате которого сотрудничество этого цены достигли приемлемого уровня. Мы соединены в Турске, как с Ираном, так и Россией. И это тоже создает заклад на хорошую основу для регионального сотрудничества. Словом, за год нашли решение очень многие вопросы. И вот достигнутое сегодня соглашение и в результате исполнения Тегеранской резолюции надеюсь до следующего саммита мы достигнем хорошего результата и информируем об этом общественность. Наше сотрудничество естественно, искренне, на основе дружбы, взаимовоуважения построено. И это сотрудничество, конечно, представляет важное значение для региона. Нынешний саммит прошел на высоком уровне, за что я еще раз выражаю господину руководину признательность. Уважаемые дамы и господа, со своей стороны хотел бы также выразить удовлетворение результатами нашей совместной работы. Хочу поблагодарить руководство Ирана за приглашение жителей Тегерана, за терпение, которого они набрались в ходе наших передвижений по городу. Мы видели, как это непросто, но надеюсь, что наша работа сегодня не прошла даром. Мы действительно обсуждали очень важные вопросы трехстороннего формата, но уверен, что работая таким образом, открыто, доброжелательно, с обоюдным стремлением к положительному результату, наша работа будет приносить пользу нашим странам, нашим государствам, нашим народам. Мы обсуждали важные вопросы в сфере стабильности, борьбы с преступностью, с терроризмом, но во главе угла, конечно, лежат проблемы экономического характера. Коллеги мои уже об этом сказали, мне бы не хотелось повторяться. Хотел бы только добавить, что вот тот важный, очень важный коридор север-юк, о котором здесь уже говорилось, он уже в тестовом режиме отработал. В прошлом году из Индии были направлены, осуществлены поставки через Иран в Россию и дальше. Этот маршрут показал свою экономическую целесообразность и эффективность. Известно хорошо, что Россия, Иран и Азербайджан крупные производители углеводородов, но это не значит, что мы должны конкурировать, это значит, что мы должны координировать свои усилия. Кстати говоря, координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты, но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель. То же самое происходит и в рамках организации производителей газа. Здесь мы сотрудничаем тоже и будем сотрудничать дальше. Я бы хотел обратить внимание на то, что несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг к другу, имея в виду логистику внутреннюю. Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнёров. Мы говорили о развитии отношений в других секторах. Весьма важным, на наш взгляд, является сотрудничество в гуманитарных областях, в образовательной сфере, в сфере медицины, в контактах между регионами наших государств, и, разумеется, в области культуры. В ходе... Да, и само собой разумеется, мы, коллеги, тоже говорили об этом, мы все прикаспийские государства. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров наших договорённостей, которые должны быть подписаны в ближайшее время по каспийской проблематике, по статусу Каспия. В ходе сегодняшнего визита состоялись и двухсторонние переговоры, и с президентом Азербайджана мы встречаемся часто, мы сверили часы по некоторым наиболее важным направлениям, отметили рост товарооборота в двухстороннем формате, и поговорили о перспективных направлениях нашего взаимодействия. С президентом Рухани говорили, разумеется, о двухсторонних контактах, в том числе в сфере экономики. Это и энергетика, это транспортное машиностроение, это сельское хозяйство. И состоялась очень обстоятельная беседа с верховным руководителем Ирана. Она была очень содержательной, очень полезной. И во втором случае мы подробно обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, с вопросами, связанными с договором по иранской ядерной проблематике, и, разумеется, по ситуации в Сирии говорили подробно. Я хотел бы отметить, что мы работаем с Ираном весьма продуктивно, нам удается согласовывать позиции по сирийской проблематике. Благодаря нашим совместным усилиям, а также усилиям Турции, как вы знаете, позитивно очень развивается ситуация на самой территории в борьбе с терроризмом, и переговорный процесс, который проходит в Астане, и очередной раунд, которого только что завершился, и завершился положительно. Ещё здесь очень много вопросов, проблем. Ни одну из них невозможно решить в каком-то одностороннем порядке. Ни одна из сторон, ни одна из стран в одностороннем порядке решить эту проблему не может. Мы очень рассчитываем на дальнейшее позитивное сотрудничество с нашими иранскими партнёрами и друзьями и очень высоко оцениваем результаты сегодняшнего визита. Хочу поблагодарить господина президента за ту атмосферу, которая была создана в ходе сегодняшней работы. Благодарю вас за внимание.